Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. Сегодня мы разберем топ-13 вопросов экзаменационных билетов, в которых учащиеся автошкол чаще всего допускают ошибки. Да, знание правил дорожного движения для решения экзаменационных вопросов, конечно, необходимо. Но практиковаться в разборе билетов тоже не повредит. Иногда вопрос или рисунок билета вводит нас в заблуждение или ставит в стопор. Тяжело уследить за ходом мысли экзаменатора, придумывшего вопрос, или правильно почитать рисунок вопроса. Иногда сами вопросы вводят нас в заблуждение, противоречив правилам дорожного движения. Иногда ответы настолько очевидны, что учащиеся автошкол ищут сложности и трудности, запутывают сами себя и ошибаются. Итак, поехали. 13 место в этом рейтинге занимает 12 вопрос 2 билета. Разрешается ли вам остановиться в указанном месте? Нам предлагают остановиться на перекрестке с луговым движением. И размышляя логично, не желая препятствовать движению других транспортных средств, мы запрещаем себе остановку в этом месте. Но пункт 12.4 правил дорожного движения гласит, что остановка запрещена на пересечении проезжей частей и ближе 5 метров от края пересекаемой проезжей части. Соответственно, второй вариант ответа является верным. 12 место. 13 вопрос 18 билета. Обязаны ли вы уступить дорогу легковому автомобилю при повороте направо? Сложностей в этом рейтинге нет. Кроме того, что светофор изображен не полностью во весь рост, а только его разрешающий сигнал. И как бы ни банально звучало, очень часто на экзаменах студенты автошкол не замечают светофор вообще. Потеряв светофор из виду, они начинают подчиняться знаком приоритета и уступают дорогу встречному автомобилю. Ну а если светофор нами обнаружен, то проблем нет. Зеленый сигнал светофора разрешает нам движение, а при повороте направо у нас помехи не будет. Знаки приоритета в этом случае отменены. 11 место. 15 вопрос 21 билета. Как вам следует поступить при движении в прямом направлении? Логика подсказывает, что у нас помеха справа. И мы обязаны были бы уступить дорогу грузовому автомобилю. Но первый вариант ответа нам подсказывает, что оказывается грузовик движется по грунтовой дороге, что визуально на рисунке не очень то и видно. Грунтовочку могли бы нарисовать и почетче. Ну а выяснив, что грузовик движется по грунтовке, понимаем, что проедем перекресток первым. Десятое место занимает 11 вопрос 25 билета. Можно ли вам выполнить обгон? Прямых запретов на обгон на этом участке дороги нет. Единственным ограничением для обгона является видимость, недостаточная для завершения безопасного обгона. Но на рисунках видимость понятия относительная. Тем не менее, правильный ответ в этом билете – обгон запрещен. Девятое место. Вопрос 13-й, 8-го билета. Перед нами перекресток с разрешающим сигналом светофора и предписывающим знаком 4-1-1. Движение прямо. У нас спрашивается, кто из водителей, выполняющих поворот, нарушил правила. Многие, увидев сделанный сигнал светофора, считают, что он отменяет все ранее прописанные знаками запреты. И знаком мы подчиняться не должны. Но это не так. Светофор отменяет только знаки, определяющие порядок проезда перекрестка. То есть знаки приоритета. А значит, предписывающий знак – действующий. И обязывает водителей двигаться только прямо. Выполняя поворот, оба водителя нарушили правила дорожного движения. Восьмое место. Принадлежит 16-му вопросу 15-го билета. На рисунке вопроса предложены три траектории для движения при повороте направо. При условии, что крайняя правая полоса предназначена для маршрутных транспортных средств. В связи с чем, перед нами встает два взаимоисключающих себя запрета. Нам с вами движение по полосе для маршрутных транспортных средств запрещено. Но, но, повороте направо мы должны в крайнюю правую полосу. Ничего противоречащего здесь нет. Приступая к повороту направо, согласно пункта 8.6, мы заезжаем по возможности в крайнюю правую полосу. А в дальнейшем, у кого стоясь пунктом 18.2 правил дорожного движения, перестраиваемся на левую полосу, то есть будем двигаться по траектории B. Седьмое место. Десятый вопрос 23-го билета. Разрешается ли вам выехать на трамвайные пути встречного направления в данной ситуации? Мы очень часто читаем любой текст, частями глотая маленькие, неважные участки. Так сказать, сокращая. Так и в этой ситуации. Не прочитав вопрос полностью и не задев нашу с вами панель приборов, многие считают, что вопрос поставлен к синему автомобилю, движущемуся по трамвайным путям попутного направления. И разрешают это ему сделать, так как ему движение по этим трамвайным путям разрешено. А ведь вопрос был поставлен к автомобилю, чья панель приборов едва видна. И нам предлагают опередить, а скорее всего обогнать синенький автомобиль по встречным трамвайным путям, а по ним движение запрещено. Шестое место. Вопрос шестой, двадцатого билета. Вы намревались проехать перекресток в прямом направлении? Как следует поступить, если вы не успели заранее перестроиться на левую полосу? Если мне надо проехать прямо, значит, дождавшись разрешающего сигнала светофора, поедем прямо. Но как бы не так, светофор не отменяет знак особых подписаний 5.15.1. И это значит, что по крайней правой полосе мы можем поехать только направо, при разрешающем сигнале дополнительной секции. Как раз сейчас мы это можем сделать. Прямо мы могли бы проехать на основной зеленый сигнал светофора, но только по второй полосе, на которую нам запрещает перестроиться сплошная линия разметки 1.1. Вывод. С крайней правой полосы поедем только направо. Пятое место. Принадлежит одиннадцатому вопросу седьмого билета. Разрешается ли вам в конце подъема перестроиться на соседнюю полосу для опережения? Многие считают, что ключевая фраза в этом вопросе – конец подъема. И запрещают это сделать. Помня о запрете на обгон в конце подъема. Да, это так. Но средняя полоса для движения отделена от крайней левой полосы сплошной линии разметки 1.1. А от нашей полосы для движения средняя полоса отделена прерывистой линией разметки 1.5. Значит, эта полоса предназначена для движения в попутном с нами направлении. Это так называемая полоса для опережения, которые очень часто применяют на подъемах или мостах, чтобы предоставить возможность более резвым автомобилям опередить менее резвых, не выскакивая при этом навстречу. Опережая впереди идущий автомобиль, по соседней полосе мы не совершаем обгон, а значит, этот маневр нам разрешен. Четвертое место принадлежит девятому вопросу 29-го билета. Разрешено ли водителю движение задним ходом при отсутствии других участников движения? И в этой ситуации, не считая до конца все варианты ответов, многие жмут на кнопку «Запрещено». Прекрасно помня о запрете движения задним ходом на пешеходном переходе. Но нам предлагают коварный вариант ответа под номером 2. Разрешается, но только до пешеходного перехода, что в свою очередь не является нарушением правил дорожного движения. Третье место. Тринадцатый вопрос 29-го билета. При выполнении какого маневра водитель легкового автомобиля имеет преимущество в движении? Перекресток, на котором регулировка очередности определяется светофорами с дополнительными секциями. Нам с вами светит зеленым светом и основная секция светофора, и дополнительная. И значит, мы имеем право проехать налево или уйти на разворот. Инстинкт самосохранения и некоторые знания правил дорожного движения подсказывают, что при повороте налево мы получаем помеху справа от газельки, а при развороте еще и от автобуса. Но присмотримся детально чужим светофорам. У них у обоих горит красный основной запрещающий сигнал светофора и зеленый сигнал дополнительной секции. А значит, движение им разрешено, но только уступая всем дорогу. Правильный ответ. Имеем преимущество при выполнении любого перечисленного маневра. Второе место. Четвертый вопрос 36-го билета. Какие из указанных табличек распространяют действия установленных с ними знаков на грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны? Табличка А. Вид транспортного средства с изображенным грузовичком распространяет действия знаков на грузовые автомобили, но только более 3,5 тонн. Табличка Б. Вид транспортного средства с изображением легкового автомобиля наоборот распространяет действия знаков на легковые автомобили и грузовики до 3,5 тонн. А табличка В861, способ парковки, распространяет свои требования на все 100% транспортные средства, а значит и табличка В и табличка В распространяют свои действия на грузовые автомобили, разрешенные максимальной массой не более 3,5 тонн. И финалист этого забега 14 вопрос 18 билета. Вы намерены выполнить разворот. Ваши возможные действия. Вопрос, способный сорвать крышу любому знающему правилам дорожного движения. Согласно правилам дорожного движения мы, пользуясь первоначальным преимуществом, выезжая на перекресток, делая поворот, получив в этот момент помеху справа, уступаем дорогу белому автомобилю. Нам же предлагают отказаться от преимущества движения и приступить к развороту после проезда легкового автомобиля, или выехать на перекресток первым, потом, уступив дорогу легковому автомобилю, закончить разворот. Согласно правилам дорожного движения, второй вариант ответа будет верным. Но нет. Нам утверждают, что оба варианта возможны. По-моему, билеты должны учить, как нужно ездить согласно ПДД, а не как решать очередность проезда по взаимной договоренности. Очень интересно, как мы проинформируем водителя белого автомобиля о том, что мы отказались от первоначального преимущества, если мы уже включили указатель левого поворота. Вопрос вводит заблуждение и требует простого запоминания. Зазубрили? Зазубрили. Ну вот, на этом и все. Сложные и интересные вопросы мы разобрали. Желаю всем удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok